Начало отопительного сезона в Алматы вторые сутки сопровождается техногенными авариями. Сегодня в результате очередного прорыва теплотрассы затопило улицу Казакова в районе торгового центра Максима. Из-за ЧП без горячего водоснабжения остались около сотни жилых домов. На месте происшествия весь день работали бригады аварийной службы. В компании алматинские тепловые сети заявили, что произошедшее никак не повлияет на своевременное подключение отопления. За внештатной ситуацией следит наш корреспондент Дина Жанабекова. Горячий фонтан воды из-под земли снова хлынул этим утром. В итоге улица Казакова превратилась в настоящее болото. Несколько микрорайонов пришлось отключить от подачи горячей воды. Очередную тепловую магистраль прорвало в Алматы. Аварийный участок находится на улице Казакова. Еще утром из этой ямы, словно гейзер, вырвался целый фонтан кипящей воды. На наших глазах идут ремонтные работы. Старые прогнившие трубы заменяют новыми. Ликвидировать все последствия аварии тепловики обещают сегодня вечером. Аналогичное ЧП произошло накануне на пересечении улиц Раимбека и Букиханова. В результате коммунальной аварии один человек получил легкие ожоги. Пострадало также три автомашины. Причина неожиданных прорывов, говорят тепловики, в изношенности труб. Несмотря на то, что она прошла в межотопительный период, то есть летом прошла ряд гидравлических испытаний, тем не менее, произошла нештатная ситуация. Такие трубы рассчитаны на 25 лет. Это по максимуму. Всего по территории мегаполиса проходит более 1200 километров тепломагистралей. По оценкам специалистов, 61%, а это более 700 километров, находятся в критическом состоянии. Для замены изношенных труб потребуется несколько лет. В свою очередь, горожане считают, что мониторинг прорывоопасных участков следовало бы проводить почаще. Здесь было весной уже один раз. Перебор, типа, уже второй раз в этом году. Готовься они летом, говорят же, чтобы зимой кататься нормально. Поэтому я считаю, что надо всегда заранее все просчитывать и подготавливать. Постоянно вот Оазовский район, районы Баоправды, у нас даже их меняют, потом кладут асфальт, потом зачем-то опять меняют. В общем, постоянные какие-то проблемы, которые, кажется, не решаются. Несмотря на казусы с разорвавшимися трубами, в городе начали давать отопление. Компании «Алматинские тепловые сети» обещают закончить работу в течение трех дней. Общая готовность объектов жизнеобеспечения и социальных объектов 100% по городу Алматы. С сегодняшнего дня, согласно плана начато подключение социальных объектов, в первую очередь будут подключены социальные объекты, такие как детские сады, школы, больницы и поликлиники. Тепло во всех объектах Алматы, в том числе и многоквартирных домах, появится максимум 17 октября. Дина Жанобекова, Нуржан Уразбеков, телеканал Алматы.